Сегодня ровно 76 лет со дня начала знаменитой военной операции «Кольцо». Это был решающий удар советской армии, благодаря которому удалось окружить группировку войск противника. А итогом стала сталинградская победа 2 февраля. Как вспоминали операцию «Командующие» и редкие кадры кинохроники января 43-го в репортаже Максима Ахметова. Великая история замерла на музейном стенде. Под защитным стеклом личные вещи знаменитых советских командиров. Вот лица участников великого сражения и приказ войскам Донского фронта о начале операции «Кольцо», обагренной кровью. Операция началась 10 января в 8 с небольшим часов утра с мощной 55-минутной артиллерийской подготовки. «Кольцо» — логическое продолжение другой легендарной советской операции «Уран», в результате которой немецкая 6-я полевая армия оказалась в котле. И теперь перед Красной армией стояла другая задача — ликвидировать гитлеровцев. Выполнить ее должны были войска Донского фронта под командованием Константина Рокоссовского. Вот он на архивных кадрах Волгоградского телевидения уже после войны вспоминает начало операции. Решение было создать удар на такой кулак из состава двух армий, 65-й и 21-й. На узком фронте они должны были опять же продолжать нашу мысль, задачу — рассечь противника пополам мощным ударом с запада на восток. Всего на окруженную 250-тысячную группировку вермахта наступали 7 армий. Но именно 65-я и 21-я наносят главный удар в районе поселка Мариновка. Немцы держат оборону до последнего, хотя многие понимают — спасения не будет, как и снабжение. Немцы дрались с упорством обреченных. Кроме всего, на южном фасе, мы говорили, они имели мощное укрепление, которое в полной мере использовали. И, конечно, наши войска проявляли чудеса героизма. В те дни геройской смертью погиб 19-летний Николай Сердюков. Он закрыл грудью вражеский дзот, тем самым спас однополчан и помог наступлению. Лев Ларин знает всех героев Сталинграда поименно. Он изучает историю величайшего сражения почти 40 лет. Операция «Кольцо», по его словам, — это еще один славный пример доблести советской артиллерии. Маршал артиллерии Казаков в одном из своих последних интервью сказал, что по степи двигался гигантский огневой вал, а за ним бежали редкие фигурки наших солдат. То есть предшествующие потери были настолько велики, что их невозможно было компенсировать. Если бы не работа наших артиллеристов, безусловно, наступление развивалось бы очень сложным условием. Под таким натиском кольцо окружения сжималось с каждым днем. Разбитые немецкие части были прижаты к Сталинграду, как совсем недавно Красная армия. 26 января 21-я армия Ивана Чистякова с боями прорывается практически к центру Сталинграда. И в районе Мамаева-Кургана, вот в этом самом месте, соединяется с частями 62-й армии Василия Чуйкова. После этого немецкая группировка разделена на две части, южную и северную. 31 января падет южная группировка. В подвале центрального универмага пленят фельдмаршала Паулюса. Северная группировка, окруженная в районе тракторного завода, будет отчаянно сопротивляться до 2 февраля. А после в разрушенный город на Волге придет долгожданный мир. Максим Ахметов, Александр Широшов, Вести, Волгоград.